Знаменитый этнограф и путешественник Николай Николаевич Миклуха-Маклай родился в 1846 году в селе Языково-Рождественское в Новгородской губернии в дворянской семье. До 11 лет он воспитывался дома, после смерти отца переехал с матерью в Санкт-Петербург, где учился сначала в немецкой школе, потом во второй Санкт-Петербургской гимназии. В 1863 году он был отчислен из гимназии, а затем и из университета за участие в студенческих волнениях, после чего у него не было возможности получать образование в России, именно из-за этого будущий великий путешественник впервые покинул родину. В Германии Миклуха-Маклай после нескольких месяцев обучения на философском факультете сменил специальность на медицину и стал помощником знаменитого ученого-зоолога Эрнста Гекеля. С ним Николай Николаевич совершит свои первые экспедиции на Канарские острова и в Марокко. В 1869 году, после окончания университета и своего первого самостоятельного путешествия по побережью Красного моря, он вернулся в Россию и перешел к активному изучению вопросов географии, естествознания, антропологии, этнографии и был принят в ряды Русского географического общества, которое в тот период активно сотрудничало с Императорским вольным экономическим обществом. В 1867 и в 1868 году организации совместно провели несколько экспедиций по исследованию хлебной торговли. Отчеты были опубликованы в трехтомнике трудоэкспедиции, снаряженной Императорским вольным экономическим и русским географическим обществами для исследования хлебной торговли и производительности в России и пользовались большой популярностью на протяжении многих лет. Николай Николаевич Миклуха Маклай в эти же годы активно искал поддержки своих экспедиций в разных могущественных общественных организациях того времени, коим было и Императорское вольное экономическое общество. В 1870 году Николай Николаевич получил финансирование и на военном судне «Витязь» предпринял путешествие на острова Тихого океана с целью изучения папуасской расы. Сначала он побывал на северо-восточном берегу Новой Гвинеи, где провел целых 15 месяцев. Позднее посетил Австралию, Индонезию и еще несколько раз возвращался в Новую Гвинею. В 1886 году он вернулся на родину, где провел последние два года своей жизни. За время своей деятельности Николай Николаевич Миклуха Маклай написал сотни статей и дневниковых записей. Многие из них до сих пор являются источником для исследований в сфере этнографии и географии по всему миру. Он внес вклад и в развитие социологии России, переживавший на тот момент свой первый дореволюционный этап развития. Одним из основных направлений ее изучения тогда являлась географическая школа, представителем которой и был Николай Николаевич. В контексте социологии он первым заговорил о необходимости сохранения малых народов и их культуры по всему миру, а также высказал идею, что все расы едины по происхождению и виду. За эти и другие свои исследования в 1996 году Николай Николаевич Миклуха Маклай был признан ЮНЕСКО гражданином мира. Многочисленными достижениями великий путешественник навсегда вписал свое имя в историю России и императорского вольного экономического общества. Продолжение следует...